И сегодня у нас в этой рубрике руководитель студии дизайна интерьера Оксана Лучкина. Доброе утро, Оксана. Всем доброе утро. Ну что, Оксана, рассказывайте нам, поскольку сегодня у нас такой профориентационный эфир немножко, как вы докатились до жизни такой? Как решили стать дизайнером? Когда все это началось? Почему? Я закончила Новосибирскую архитектурно-художественную академию, как она раньше называлась, сейчас она называется Гауди. Я один из тех скучных людей, которые на что учились, тем и стали. Обычно все наоборот происходит. А как решили туда-то поступить? У меня была мечта со школы тогда, эта профессия была очень популярна, появились на ТВ-передаче «Квартирный вопрос», «Квартирный адрес». Я тоже хотела, когда смотрела это. И многие люди мечтали об этом. Поэтому я приехала из небольшого города, где таких институтов не было. Из какого? Из города Братска. И поступала в два вуза, в один на международные отношения, мама мечтала, чтобы я стала дипломатом, и во второй на дизайнером. Но сбылась ваша мечта, а не маминая. Сбылась моя мечта, да. Через ее слезы я ей убеждала, что это очень круто и очень престижно. Но теперь-то мама не расстроилась? Нет, она не расстроилась. Она видит, что я нашла свое призвание. Прекрасно. Расскажите, чем вы занимались до поступления? Как себя подготовить? К этому нужно, наверное, какие-то художественные школы заканчивать? Или это вовсе не обязательно? Какие навыки нужны? Какая подготовка? Я закончила художественную школу. То есть все-таки нужно уметь рисовать, да? Нужно уметь рисовать. Но гораздо важнее пройти подготовительные курсы при самом вузе. Это будет гораздо полезнее, чем заканчивать просто художественную школу. Сколько они длятся? У каждого вуза есть свои требования. И именно если ты выполнишь их на вступительных экзаменах, ты сможешь поступить. Они длятся, потому что есть разные. Есть двухгодичные, есть двухмесячные. Ну, смотря какой у тебя уровень, да, если ты все-таки уже закончил художественную школу, там, постоянно практикуешь, то, наверное, тебе двух месяцев хватит, да? Ну, да. Если ты из другого города приехал поступать, то тебе два месяца. У тебя нет другого выбора. Если ты живешь в Новосибирске, то у тебя есть возможность пройти двухгодичные. И чему там учат? Прямо с нуля могут научить? И как поступить в академию? Или все-таки совершенствование уже наук отрабатывания? На подготовительных курсах учат рисунку и живописи. Вот. То есть там самого проектирования и дизайна интерьера еще нет. Это уже в процессе обучения. Ну, потому что, наверное, они готовят всех. Я так понимаю, там есть разные направления дизайна в том числе? Да, конечно. Есть архитектура, архитектура городской среды. Разные направления. Обязательно, вот вы, закончив архитектурную академию, как вы поняли, обязательно ли все-таки дизайнеру иметь высшее образование в этой сфере или можно быть самоучкой? Я бы сказала, что высшее образование занимает всего лишь процентов 20 успеха и в реализованности дизайнера. Вот сейчас в процессе вашей работы вы пользуетесь теми навыками, которыми вас научили в институте? Помогает, наверное, тот багаж гуманитарных знаний, которые были получены. Багаж в плане общения с клиентами, с заказчиками. Просто классическое гуманитарное образование. А сама работа – это вот просто какой-то талант личный, да, или как? Нет, это 10 тысяч часов практики. Нужно получить минимум, чтобы считаться специалистом. Поэтому сама работа – это только практика. То есть сначала просто какую-то избушку построил? Ну, понимаете, я только начинаю, поэтому… Потом будет лучше, да? Нет, идеально и как я, по какому пути пошла. Это запартнериться с кем-то сначала, с более опытным человеком и учиться на практике у него. Быть его помощником. Помощником? Да, да, да. Это идеально. Либо пойти работать в какую-то крупную компанию, где тоже есть чему научиться и получить опыт. А потом уже отправляться в свободное плавание. Потому что очень много начинающих дизайнеров, которые имеют большие амбиции и… И сидят дома, ничего не делают. Стремления нет. Они могут заняться проектом, взять какой-то проект, но не доделать его до конца, либо сделать его на таком уровне, что нужно будет его переделывать. И для заказчика это обернется убытками и потраченным временем. А в университете есть практика? А в университете к чему-то готовят, куда-то устраивают вас на лето там попробовать. Что вы делали в качестве практики? Я в качестве практики делала торговую базу в один из годов. Я стремилась сразу, чтобы… Это было в стол или это реальный проект, который воплотился в жизнь? Нет. Для меня целью номер один в процессе обучения это были проекты, которые бы реализовывались. Для меня было мучение что-то делать в стол. Поэтому я уже начиная, наверное, с третьего или с четвертого курса, стремилась какие-то небольшие заказы брать, но работать, получать опыт. И получалось? Находить таких, кто доверял студенту, да, свое детище какое-то? Получалось. Ну и тут важно оценить правильно свои компетенции, свои навыки, не брать на себя лишнего, либо привлекать еще консультантов, привлекать себе партнеров каких-то в команду. Но тем не менее не бояться выполнять реальные заказы. То есть нужно начинать работать еще тогда, когда ты учишься, да, не ждать окончания учебы? Да, обязательно, потому что вот сейчас я являюсь руководителем студии, набираю себе сотрудников. И я беру людей, которые только что закончили обучение, но если у них есть, у них реальная практика. После рекламы давайте вернемся, еще поговорим про профессию. Продолжаем обсуждать, говорить о работе дизайнера вместе с руководителем студии дизайна и интерьера Оксаной Гучкиной. Еще раз доброе утро, Оксана. Век информационных технологий, как выглядит работа дизайнера? Все еще обязательно уметь все накидывать от руки или все можно делать уже на компьютере? В основном мы делаем на компьютере и чертежи, и визуализации. Если нам нужны в работе какие-то скетчи, либо эскизы, то преимущество нашим считается умением быстро накидать их от руки. То есть когда вы встречаетесь с заказчиком, да, я так предполагаю, то вы ему что-то накидываете так? Ну, если честно, мне даже разговаривать иногда проще образами и рисунками, мне легче нарисовать, чем объяснить. Быстрее. Легко ли найти работу дизайнеру в наше время? Вот выпустился, да, закончил архитектурный. Какие варианты вообще есть? Можно ли куда-то вот в штат попасть или лучше фрилансом заниматься самому, брать какие-то заказы? Ну, как я уже говорила, я бы рекомендовала после сразу выпуска идти работать в компанию крупную, где можно получить опыт. Есть компании дизайнеров или что? Какие вы имеете в виду? У компании что это? Мы просто вообще далеки от этого для чайников объяснить. Есть несколько архитектурных бюро, то есть, да, у дизайнера есть несколько вариантов, как осуществлять свою деятельность. Либо организовывать архитектурное бюро, либо партнериться с кем-то и такие, скажем так, творческие группы организовывать. То есть, они в свободном поиске. Фриланс-компашкой такой. Да, 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 от проекта к проекту. Под каждый проект подбирать себе вот команду. Либо быть фрилансером, свободным художником, ни от кого не зависит. Который считает, что он независимый и только один он хочет делать какой-то проект. Да, да, да. Но так, наверное, сложнее развиваться. Тут есть плюсы, с одной стороны, ответственность ниже не перед клиентом, а именно тебе не требуются сотрудники, тебе не требуется офис, тебе не требуется большая... Подстраиваться по времени с кем-то, кто, когда может... Материальная база, да. Но в то же время это потолок по развитию, то есть, ты не сможешь вести много проектов, ты не сможешь один вести крупные проекты. То есть, ты можешь выполнять какие-то небольшие проекты. Ну да, по мере твоего развития и роста мастерства у тебя будут расти заказы, а ты не сможешь их взять, потому что ты один. Да, да. Это логично. Да. То есть, это идеально для тех людей, для которых эта работа больше является хобби, любимым занятием. К примеру, для девушек, которые счастливы замужем и они изредка выполняют... Для которых это не подовсо, но есть работа, есть, нет, нету, да. Да, да, да. А если ты человек с амбициями, если ты человек, который ставит себе высокие цели и получает удовольствие именно от профессионального роста, от роста своих проектов, то другого пути, как масштабироваться у тебя нет, как собирать команду, как организовывать компанию и как расти, у тебя нет другого пути. А в больших компаниях, вот в этих архитектурных бюро, как все устроено, как они работают? У них есть несколько отделов. Это, как правило, отдел визуализации, дизайнеры, которые занимаются визуализацией, визуализаторы. Есть отдел разработки рабочих чертежей, то есть это те данные, по которым строители могут реализовать дизайн-проектов в жизни. Есть отдел комплектации. Те люди, которые занимаются поиском и комплектацией всех отделочных материалов, мебели, светильников, декоров. Это такая связующая между проектом, между рисунком и его реализацией. Да, да, да. Часто еще у архитектурного бюро есть свои бригады строительные, которые уже проверены временем, которые можно контролировать и не бояться за качество работ, смело отвечать, нести ответственность перед заказчиком за них. А вот ваша студия дизайна интерьера, она к какой категории относится? Вы считаете себя бюро? Да, считаю. Также у нас есть дизайнеры разные, визуализаторы, чертежники, графический дизайнер у нас есть. Большой штат у вас? Сколько человек? Штат у нас небольшой, но мы постоянно развиваемся, растем. Клиентская база у вас уже наработана, у вас нет простоев каких-то или все-таки бывает что-то такое, ну сезон, не сезон, так скажем, заказы? За всю мою практику у меня не было ни разу простое, чаще всего это очередь из заказов. Наверное, это показатель моего отношения к проектам, может быть показатель рекомендаций. Важно еще очень на начальном уровне сегментироваться, сегментироваться и выбрать себе нишу, потому что дизайн интерьера, он достаточно всеобъемлющий. Если ты занимаешься всем, ты не будешь специалистом большим в чем-то. То есть высокое мастерство, оно в узкой специализации. Допустим, дизайнер спален, да? Или вы что-то другое имеете в виду? Нет, немножко другое. Есть дизайнеры коммерческих объектов, это рестораны, гостиницы, магазины. Да, есть дизайнеры жилых объектов, и у них разная специфика и разные подходы. К примеру, я вообще для себя выбрала такую нишу интересную, как спортивные интерьеры. Потому что сама очень люблю спорт, занимаюсь спортом, общаюсь много со спортсменами, и по всей России мы делаем спортивные объекты. И, как говорится, найди себе дело по душе, и ты не будешь работать ни одного дня. Меня это само очень зажигает. Какой проект, которым вы гордитесь, такой самый большой спортивный объект, какой вы делали? За последний год мы, скажем так, практически с фундамента построили и ввели в эксплуатацию пятиэтажный спортивный комплекс в городе Барнаул, который является знаковым для Алтайского края. Кто будет в Барнауле, знаете, это дело рукоксона. А что можно у вас спросить? Меркантильный такой вопрос. Напоследок у нас уже не осталось практически времени. Да, Настя просто квартиру хочет там отправить. Поплата, нет, дизайнера. Сколько получают в среднем дизайнеры на сегодняшний день? Ну, такие средние дизайнеры. Я назову разбег. Давайте. От 30 до 60 до 70. Это те, которые в штате, или вы сюда и фрилансеров тоже относите? Я, честно говоря, про фрилансеров не могу ничего сказать. Хорошо. Вот, я говорю про... Это за проект, да? А если... Нет, это примерно в месяц сколько может зарабатывать... Ну, понятно, это вот при работе в команде. В зависимости от своей продуктивности, да. Делится на всех, да? Да. В прибыль компании и все такое. А если заказ, наоборот, если я заказчик, и я хочу у вас заказать интерьер вот в спортзале, сколько мне это обойдет? Примерный тоже разбег. Не смогу сказать, потому что это зависит от многих факторов. От чего? От величины объекта, от состава проекта, какой мы делаем проект. Это только планировка и идея, либо это полностью подключено. Если подключено. Отзором. Это счет идет уже на миллионы или меньше? Счет может идти на миллионы, потому что дизайн-проектирование очень важный этап в строительстве, и с помощью него можно десятки миллионов сэкономить, либо наоборот, с помощью, из-за некачественного дизайн-проекта, можно потратить месяцы и убытки тоже десятки миллионов. Спасибо большое. Это еще не все. Оксана, если можно, суперкоротко, забавную историю жизни. По своей работе я очень много перемещаюсь. Делаем мы проекты по всей России, и поэтому часто у меня перелеты, самолеты, но, к сожалению, самолеты не умеют ждать, и была со мной недавно такая история, что я немножко не рассчитала время и опаздывала на самолет. Причем ехала в аэропорт вместе со своим другом. Мы попали в пробку, которая не двигалась совершенно. И мой друг сказал, успокойся, расслабься, ты опоздала. Я сказала, нет, это не мой случай. Взяла свой маленький чемоданчик, просто выбежала с водительского сидения и, обгоняя пробку, побежала к трассе, по направлению. И вот уже на Толмачевском шоссе, на светофоре останавливаются машины. Я выбираю первую попавшуюся, открываю дверь и говорю, я опаздываю на самолет. Довезите меня до аэропорта. Там сидит женщина, она немножко опешила, но говорит, ну садитесь. Мы начинаем ехать, я про себя думаю, все, я успеваю, все, слава богу. И тут она говорит, вы знаете, у меня корпоративные автомобили, у меня ограничения по скорости. Я про себя думаю, почему, почему, если машину я выбрала, я успела, все хорошо. Главное, чтобы все забавные истории хорошо заканчивались. Спасибо. Руководитель студии дизайна интерьера Оксана Лучкина была у нас в гостях. Спасибо большое. Спасибо.